всем привет мои хорошие с вами Эмили и сегодня я снимаю для вас прекрасный вот такой вот ужин с клап с сэндвичами честно они выглядят очень аппетитно приготовила их моя мамочка сняла для вас рецепт вы обязательно должны это заценить ссылочка будет внизу обязательно переходите и готовьте тоже вместо напитка у нас все домашнее все свое минутка рекламные паузы ссылочка на этот напиток также будет внизу в инфобоксе так что переходите готовьте и пейте это сок из барбариса так скажем компот я не уверена что я все это съем но я очень постараюсь не знаю даже с какого куска начать давайте с этой с этой стороны здесь у нас оливка маслина вообще по идее их нужно было еще и поделить вот так вот но мама это делать не стала что типа может развалиться и все дела здесь грибочки грудка листья салата как вы видите обалденно пролистала вопросы перед тем как все снимать видео думал на какую тему поговорить последнее время я очень часто показываю бабушку маму по влогах и девчонки очень часто спрашивают как владят у нас бабушка и мама так как мы живем вместе кто не знает бабушка это мама моего папа я вообще сторонник того чтобы родители жили отдельно но бабушка у нас пожилая и мне очень удобно и комфортно что она живет вместе с нами смотрите как как сочно вот нету сухости отвечаю бомба я не буду врать что бабушка и мама души в друг друге не чают такого нету но есть безграничное уважение друг к другу есть кое-какие рамки которые никогда они не переходили на мой взгляд моя мама она очень мягкая то есть она приспосабливается ко всем мама очень неконфликтный человек поэтому у нас все нормально у нас нету знаете таких супер каких-то драк ну и не могу сказать что прям вау все я бы не хотела жить вместе с тещей я считаю что это нормально то есть есть возможность если теща например имеет мужа не пожелая зачем жить всем вместе у нас вообще на кавказе есть традиция что младший сын остается с родителями и как бы дом их родителей достается младшему сыну но сейчас все настолько поменялось ребят то есть в городах все живут отдельно дабы оставалось уважение я считаю что это правильно дай бог у меня тоже будет сын я не буду мешать его счастью пусть живет отдельно я помню в инстаграме однажды ответила на вопрос вот мне задали вопрос как ты считаешь айка родители должны жить вместе с детьми или жить раздельно я ответила что я считаю что нужно жить отдельно одна женщина ей наверное лет 50 написала огромное просто сообщение с кучей оскорблений у меня есть сын она написала и что я его должна вырастить и отдать такой как ты почему ты несешь свое мнение в массы потом молодежь начинают думать так же как и ты я просто взяла и заблокировала человека если это мое мнение у вас может быть другое мнение это не значит что я пытаюсь внушить вам ваше мнение меня спрашивают я отвечаю ничего более некоторые знаете вот не думают пишут я вам однажды рассказываю да я показываю как нужно делать гель-лак в домашних условиях где можно купить базу топ рассказываю и тут мне пишут айка ты отнимаешь хлебу людей люди на этом зарабатывают а ты просто взяла и все это рассказала мы продаем эту информацию за деньги тогда что делать бедным программистам вы представьте раньше все брали свой ноутбук и шли к программисту сейчас люди заходят в ютубчик и видят как решить их проблемы я например миллион раз решала свою проблему с ноутбуком просто при помощи ютуба я просто вводила свою проблему симптомы так скажем и получала диагноз грибы в тему ребят обязательно делайте с грибами если тоже захотите приготовить такой клап сэндвич ну большой он достаточно мне кажется надо было еще вот так вот разрезать мне кажется мужчине тоже очень тяжело когда две его любимые женщины начинают ругаться на мой взгляд вот например я что-то грубо могу сказать своей маме ну к примеру да мы с ней даже можем поругаться потом через три дня мы это забудем как ни в чем не бывало будем дальше не знаю общаться обсуждать какие-то темы а когда это все-таки невестка мне кажется осадок он остается как же это вкусно ребята большой сочный прям много всего по влоге у меня увидите распаковку наконец-то мне пришла посылка с алиэкспресс представляете моему счастья не было предела когда мне утром позвонили с почты я уже все поставила крест думал никогда уже не получу конечно не все пришло но чехлы я ждала больше всего когда я получила я уже в шоке была как я могла выбрать эти цвета да действительно я выбрала я увидела пропущенный звонок от почты я думаю стопудово в моей посылке стопудово перезваниваю раз 500 они что-то не брали то у них занято то еще что но вы знаете как почта у нас работает я сразу девушке сказала что я знаю что за полки ло посылки я должна платить монат 40 и не надо меня обманывать не надо мне тут это придумывать всегда на почте если вы живете в азербайджане всегда требуете чек они очень часто обманывают так что будьте начеку на ночь конечно нажираться нехорошо но если хочется то можно если прям сильно хочется отказывать им нельзя айка как ты относишься к полным людям и какой совет ты им дала бы я не знаю вы помните или нет но алена водонаева однажды выразила свое мнение так скажем да и она сказала что мне противно зайти в воду с людьми такого-то веса фу как это мерзко звучало потом ее позвали на передачу на передачу она сразу начала переобуваться что я имела ввиду не так я имела ввиду что занимаетесь собой но блин ты не сказала занимайтесь собой ты сказал что тебе противно зайти в море где купаются полные люди такая проблема имеет место быть но каждый человек сам вправе решать комфортно ли ему в этом весе я всегда не понимала почему люди делают какие-то рамки да вот ты толстая а ты ты слишком худа а с чего ты взяла что она толстая может быть ей так подходит когда что-то плохое говорят про полных людей у меня сразу знаете мамочка она у меня полненькая и когда вот так вот выражаются некорректно так скажем мне просто хочется врезать этому человеку из-за отсутствия мозгов просто я отлично отношусь и к полным и худым дело не в фигуре дело не в материальном состоянии дело просто внутри в душе я наоборот не понимаю и не разделяю мнение людей которые начинают оскорблять и обижать людей полных забыла если вы не видели эту передачу соленой водонай вы обязательно посмотрите ужас просто что она там несет если девушка полная это не значит что она некрасивая если человек например не хочет худеть ей комфортно в этом весе почему бы нет а если человек хочет похудеть я считаю что просто нужно мотивировать правильно себя ну кучу советов я могу дать мне даже иногда пишут айка ты толстая в смысле 56 килограмм при росте метр шестьдесят восемь просто иногда бывают наряды которые действительно полнят я не боюсь надевать такие вещи у меня мама всю жизнь была полная и всю жизнь мечтала похудеть но она никогда ничего не предпринимала Шелли например записалась к диетологу диетолог как бы скидывает меню на каждый день и она за месяц похудела на 5 килограмм и Шелли была ужасно недовольна что это очень мало ну я считаю что лучше худеть медленно со специалистом чем просто сидеть и голодать я вам рассказывала как я худела я после четырех не ела это как бы называется голодание периодическое голодание вот это не очень полезно для желудка и съедила но я очень быстро похудела и я жалею об этом когда вы быстро ухудеете у вас тело становится рыхлым это очень плохо уже на камере 20 минут нужно быстро доедать ребята на этом все я реально наелась было очень вкусно спасибо что досмотрели это видео до конца обязательно подписывайтесь на мой инстаграм всех люблю целую всем пока пока пока